Спасибо большое за то, что вы решили посетить это выступление. Я думаю, что информация, которую мы подготовили, будет вам интересна. И, может быть, какие-то интересные цифры, наши инновации, новые технологии, которые мы внедряем, особенно в связи с пандемией в 2020 году, вас заинтересуют. И вы либо с нами посотрудничаете, либо вы будете использовать эти наши открытия, и наш опыт вам пригодится в вашей работе. Нас попросили поговорить конкретно и с большим количеством цифр, и с удовольствием мы представим некоторые результаты и расскажем, что же происходит сейчас в мире аукционов, и особенно в мире аукционов ювелирных и продажи камней и драгоценностей. А что нажимать? Большую? Совокупный объем продаж ювелирных изделий составил 285 миллионов долларов. Это мы говорим за прошлый год. К году 2020 мы с вами обратимся чуть позже. Для того, чтобы мы могли говорить, анализировать результаты этого года, нам нужно немножко погрузиться в 2019 год. Например, объем продаж в Женеве, это наши основные торги и наиболее дорогие брендовые вещи продаются в Женеве, составил почти 110 миллионов долларов. И что интересно, из 68 стран, почти 70 стран принимали участие в торгах клиенты. Также 76% лотов, размещенных на торгах в Европе, основные торги в Женеве, они превысили свою первоначальную стоимость. И, нет, вернее, 60% представленных лотов превысили свою первоначальную оценку. Также мы начали наращивать ювелирные торги и расширять категории и разное количество торгов еще в 2016 году. Но никто не ожидал такого бума интереса. Конечно, драйверами продаж и покупок являются наши коллекционеры из Азии. И в 2019 году мы увидели результат в 500 миллионов, почти полмиллиарда долларов, которые, в общем, заставили нас расширять и модернизировать бизнес. Хотелось бы несколько примеров привести успешных продаж, выдающихся продаж 2019 года. Так, браслет Cartier с фирмами-бриллиантами был продан более чем за 6 миллионов швейцарских франков. И бриллиантовая диадема фирмы Faberge была приобретена вдвое превышающая, стоимость превышала в два раза первоначальный эстимейт. Конечно, без поддержки коллекционеров и ювелирных дилеров эти результаты были бы невозможны. И я думаю, вам всем будут интересны цифры, которые были достигнуты тоже в 2019 году, но уже в разделе продажи особо дорогих и ценных фантазийных бриллиантов. Ну, хочется начать с голубого бриллианта. Это мировой рекорд был установлен, он у вас показан слева. Мировой рекорд продажи карата любого бриллианта и любого драгоценного камня, так называемый Blue Moon of Josephine, очень большого объема, 12,3 карат. Он был продан за 48,6 миллионов швейцарских франков при оценке первоначальной гораздо ниже. Она была 34 миллиона. Также очень редкий и абсолютно рекордный по продаже желтый бриллиант. Граф Vivid Yellow 100,09 карата при оценке 13,4 миллиона франков был продан за 14,5 миллионов. Розовый бриллиант тоже, обратите внимание, это Fancy Vivid Pink. Это тоже был рекорд продажи любого бриллианта и любого ювелирного изделия, достигнут при продаже этого розового бриллианта. Конечная продажа была в Гонконге, вы видите стимейты в гонконгских долларах, но если перевести в доллар США, то продажа составила 70,5 миллионов долларов. И последний рекордный камень, сапфир, кашмирский сапфир весом 27,68 карата был продан в Гонконге за 6,8 миллионов долларов. То есть вы можете видеть, насколько популярны сейчас, и вы, наверное, как представители индустрии знаете, насколько популярны сейчас цветные бриллианты, но хотелось бы показать несколько примеров из наших торгов. Ну и наверху изумительное абсолютно по красоте и изящество брошь Van Cleef, Вальска Бриолетт Даймонд Брошь, она была изготовлена фирмой в 1972-71 году, и она продалась за 10 миллионов долларов. Также хотелось еще несколько интересных привести примеров. Это абсолютный рекорд на оборочный жемчуг, когда-либо продававшийся на торгах. Здесь, конечно, поспособствовало продаже этого уникального жемчуга, нахождение его в коллекции Марии Антуанетты. Мы продавали коллекцию бурбонов пармских, и в прошлом году вот этот натуральный жемчуг, жемчужина колоссального размера, она изготовлена была в форме такой подвески. При оценке 1-2 миллиона швейцарских франков она продалась за 36,2 миллиона долларов или за 36,4 миллиона франков. Поэтому, конечно, вы можете сами видеть, что помимо объема и качества камней совершенно разные могут быть достигнуты рекорды. И даже если есть такой исторический провинанс, редкость изделий, конечно, влияет на стоимость продажи. Ну и несколько примеров, может быть, вам еще интересно будет рассмотреть. Это пара сережки, которые, видите, они разного цвета, это розовый и голубой бриллиант, они так были изготовлены специально, весом 14,54 карата, и продались они за 57 миллионов долларов, абсолютно рекордная цифра. Рубин тоже 25 карат в Гонконге, опять же, продался за 30 миллионов. И внизу вы видите диадему. Это замечательная была распродажа сокровищницы, опять же, королевской династии бургонов-пармских, откуда и происходит жемчужина, о которой я говорила раньше. Этот аукцион был продан стопроцентно, так называемый white gloves sale. Это значит, что аукционист не испачкал своих перчаток, ему нечего уносить из аукционного зала, они остались белоснежными. И вот была такая изумительная диадема, которая продалась за 53 миллиона долларов. Также, не могу, говоря о продажах сотбис, ювелирных торгах сотбис и многообразных торгах, которые мы представляем, не могу обойти вниманием. Важные торги известных фамилий, личностей, исторических личностей, медийных личностей и просто аристократических семей Европы и Америки. Например, в 86-м году в продаже коллекции графини фон Бисмарк, то есть сотбис является абсолютным лидером в мире аукционов по продаже исторических и значимых, в мировом масштабе значимых коллекций. Интересно, наверное, тоже отметить коллекцию продажа украшений Джаклин Кеннеди в 96-м году. Также очень большой был сел в 2000 году Мэри Верготис, это его величество султана Бегуна Махмада Шах Ага Хана. То есть мы продавали коллекции из украшений, из разных династий по всему миру. В 2004 году украшения Марии Калос, в 2006-м Марии Клодт Арпье, также коллекция Ротшильдов была на наших торгах. В 2013 году изумительные украшения кинодивы Джинни Лолой Бриджиды. Всю коллекцию, которую мы представляли от ее имени, она тоже продалась на торгах почти полностью. Эту коллекцию мы привозили в Москву. В Москве мы устраиваем ежегодные превью наших торгов, и когда какая-то выдающаяся коллекция попадает к нам на аукцион, мы привозим обязательно ее в Москву. Коллекция Джинни Лолой Бриджиды была представлена в отеле Ритц, и все желающие могли ее видеть. Наверное, тоже вы слышали о коллекции Уоллис Симпсон, знаменитая Уоллис Симпсон, которая лишила Англию своего короля, когда, по сути, привела к смене власти. Здесь хотелось бы вкратце сказать о том, что, конечно, все эти результаты невозможны были бы без экспертизы и серьезной команды экспертов, которые работают в этой области, которые, в общем-то, занимаются оценкой, поиском, страхованием, экспертизой, реставрацией, маркетингом. Но вот здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание, и, может быть, вы запомните эти имена, и будете уже знать, что ведущими экспертами в Сотбис являются в Нью-Йорке Гарри Шуллер. Это выдающийся человек в своей области, и он, в общем, драйвер этих продаж. Он активно ратует за внедрение новых технологий и активно развивает онлайн-торги, которых я коснусь чуть-чуть позже. А в Гонконге абсолютный лидер продаж и абсолютно тоже такой персонаж уникальный, Патти Вонг. Помимо того, что она занимается ювелирными торгами, она возглавляет еще одну компанию в Сотбис, которая называется Сотбис Даймондс. То есть мы продаем оффлайн, мы продаем не на аукционах, а частным образом бриллианты, которые наши дизайнеры обрамляют, создают специальные дизайны для этих бриллиантов. И вот Патти Вонг как бы возглавляет, у нее две ипостаси, она возглавляет еще и компанию Сотбис Даймондс, которая очень успешно работает на ювелирном рынке. Ну и вы видите, что коллеги наши есть во всех основных точках сосредоточения ювелирного мастерства и ювелирных хабов. Там, где вы и ожидаете купить и найти ювелирные украшения, где находятся основные производители и представленные дома ювелирные. Это, конечно, Женева, это Лондон, это Мадрид, это Париж, Монте-Карло, Дубай в последнее время. Милан. В Гонконге я уже упомянула, что у нас очень такая серьезная команда. Что хотелось бы сказать еще? Я говорила о цифрах, о результатах, я говорила о команде. Хотелось бы поговорить о философии, рассказать о философии Сотбис и о том, как мы добиваемся таких результатов, каким образом мы получаем такой колоссальный оборот только ювелирных торгов. и, конечно, несмотря на проблемы и сложности, которые возникли сейчас в 2020 году, у нас прошло в начале этого года уже 21 аукцион, и три из этих аукционов были распроданы полностью, как я упомянула, так называемые White Glove Auctions. На этих аукционах было продано на 50 оборотах, составило 55,7 миллионов долларов, что, в общем, в пять раз превышает показатели нашего ближайшего конкурента. Мы помогаем нашим клиентам, коллекционерам, когда они ставят какие-то вещи на торги и предлагают определить максимально правильную стратегию продажи. Иногда это должен быть Лондон, иногда это должен быть Гонконг, иногда это должно быть частная продажа. Все зависит от распределения рынка, распределения рынка в разных категориях, между разными locations, если можно так сказать. И хотелось бы сказать, что благодаря нашим различию в подходах и в том, что мы разделяем украшения, изделия ювелирные по типам и по их значимости между разными площадками торговыми, мы достигаем, во-первых, правильных результатов, во-вторых, мы привлекаем правильную аудиторию. Если говорить о Женеве, то Женева славится своими брендами и очень важными украшениями, в том числе все исторические продажи состоялись, продажи исторических коллекций состоялись в Женеве. Это аукционы так называемых Magnificent Jewels или великолепных, драгоценных ювелирных изделий. Анализируя статистику постоянно аукционов в Женеве, мы видим, что популярность их растет. Очень много приходит новых, молодых покупателей и 27% участников аукционов за последний год. Это были новые покупатели в Женеве. Также мы анализируем, насколько вырос объем участников в торгах. Допустим, в 2019 году 50% участников мы увидели больше на торгах. Если говорить об аукционах в Лондоне, то эти аукционы отличаются более доступными ценами, открытостью к эксперименту, открытостью к новым именам. Это та площадка, на которой можно попробовать себя и можно молодому дизайнеру, ювелиру или компании представить свои изделия и посмотреть, какая будет реакция клиентов. В 2019 году более тысячи участников приняли участие на аукционах и онлайн, и оффлайн. И совокупный объем продаж с 2015 года составил 100 миллионов долларов. Париж тоже, конечно, нельзя обойти вниманием. Это очень такая серьезная площадка. В Париже можно купить замечательные антикварные изделия, можно найти какие-то редкие изделия, и, может быть, не столь дорогие по цене, как вещи в Женеве, но, безусловно, уникальные. И многие фирмы, которые там бренды представлены, они уже исчезли и, может быть, осуществовали короткое время в 20-30-е годы. Ну вот здесь несколько примеров. Допустим, парижский аукцион. Вот такая уникальная брошь-кортье 1962 года, редкая, продалась очень хорошо. Эстимейт был, в общем, не очень высокий для такой вещи. 30-50 тысяч евро продался за 100. Ну и здесь еще указан аукцион Милан. Это как еще одна площадка, которую стоит упомянуть, говоря о наших подходах разделению рынка между несколькими площадками. Но, безусловно, Гонконг является таким драйвером продажи наиболее прогрессивных ювелирных дизайнов и инновационной площадкой. И в Гонконге, конечно, достигаются рекорды на цветные бриллианты на камни, которые сейчас чрезвычайно популярны. Несколько слов о том, как мы работаем глобально с аудиторией, каким образом мы привлекаем коллекционеров, каким образом на наших торгах появляются все эти новые покупатели и каким образом из года в год растет количество участников. Мы всегда открыты к инновациям и Сотбис всегда внедряет в торги всевозможные новинки технологические, которые позволяют, конечно, поднять интерес к аукциону. Например, наш веб-сайт, который сейчас является, наверное, самым прогрессивным среди всех аукционов, потому что мы очень много инвестируем в это. Ежемесячно на нашем сайте используются 10 миллионов страниц контента, изображений, заметки, каталоги, видеоредакционные статьи. Также мы предоставляем доступ к просмотру материалов и сообщений для очень широкой аудитории. У нас есть приложение для планшетов, для телефонов Smart TV. И анализируя, как я сказала, постоянно статистику посещения и просмотров, мы можем сказать, мы замерили, что более 6 миллионов 300 тысяч человек и загрузили приложение Sotheby's Smart TV. И это единственный аукцион Sotheby's в настоящий момент, который имеет собственные каналы на Apple TV, Samsung Smart, Amazon Fire. Также есть наш любимый и замечательный журнал Sotheby's, который распространяется среди 25 тысяч наиболее важных наших коллекционеров. Тоже хотелось бы продолжить рассказ и показать несколько примеров того, как мы работаем с сетями и насколько у нас социальные сети сейчас являются драйверами продаж. Практически на каждый аукцион, онлайн аукцион, особенно сейчас, приходит 30% новых покупателей. И среди этих 30% новых покупателей треть, наверное, это миллениалы, это люди до 40 лет, для которых жизнь в сети и взаимодействие с сеть являются невероятно привлекательными, удобными и привычными. Для них нет сейчас уже границ и препятствий для покупок онлайн очень дорогих вещей. Для того, чтобы вы оценили объем погружения Sotheby's в сеть и количество просмотров, хотелось бы сказать, что, допустим, ролики в 2019 году Sotheby's посмотрела более 30 миллионов просмотров. И есть статистика, что если человек три раза просмотрел что-то на какой-то контент, то с большой долей вероятности он зарегистрируется на торги и купит что-то. Также у нас очень активно продвигается WeChat и Weibo. Это азиатские платформы, и там уже почти 200 тысяч подписчиков. Это результаты только 2019 года. Facebook 600 тысяч подписчиков, Twitter 180 тысяч. Сеть Instagram Sotheby's насчитывает более миллиона посетителей, подписчиков, которые регулярно следят за нашими аукционами. То есть в сумме, если сложить все эти платформы, это более 2 миллионов подписчиков и посетителей различных наших социальных платформ. Но мы не ограничиваемся социальными сетями. И, безусловно, мы работаем очень активно с прессой. Это наш основной, до недавнего времени был конек. Мы очень делаем хорошие... У нас очень сильная пресс-служба. И, допустим, только в британской прессе за прошлый год мы разместили информацию о ювелирных изделиях Sotheby's на 26,4 миллиона фунтов стерлингов. То есть это абсолютный рекорд для любого аукционного дома и на 54% превышает статистику и количество размещенной рекламы и контента, чем нашего конкурента. Сотбис объединяет в группу White Buzz выдающихся женщин в своей области либо меценатов, аристократок, которые являются новаторами каждого в своей области. И мы проводим эти успешные, влиятельные женщины, представляют новое поколение коллекционеров изобразительного искусства, ювелирного искусства, высокого ювелирного искусства. И периодически мы устраиваем такие вечера, сессии, на которые приглашаем их. И они делятся своим опытом. Конечно, они носят украшения Сотбис, наиболее важные по этому случаю на этих приемах. Я думаю, что вам тоже будет интересно узнать о цифровом маркетинге и то, как мы работаем с цифровыми технологиями, с диджитал-технологиями. 600 тысяч покупателей участвуют в онлайн-ювелирных торгах. Вы можете видеть, что мы являемся партнерами неких известных изданий, включая Financial Times, New York Times, Los Angeles Times, South China Morning Post. Это очень престижные издания, которые помогают нам продвигать торги. И мы публикуем на наших платформах статьи из Financial Times, New York Times, потому что сейчас бумажные носители не столь популярны. И мы знаем и просчитываем, что покупатели, которых привлекла цифровая реклама, которые прочитали эти статьи и обратили на них внимание, потратили суммарно 1,7 миллиардов долларов США. В 2019 году это составило 35% от общей суммарной выручки проданного на сот без имущества проданных лотов. То есть пресса чрезвычайно важна, и мы постоянно тоже замеряем количество посетителей. Также обязательно и непременно нужно сказать о наших предукционных выставках и маркетинговых событиях и мероприятиях для клиентов. Мы привозим, как я уже сказала, предукционные выставки в Москву, стараемся представить все многообразие торгов и разных категорий. Это и русское искусство, и импрессионист, и, конечно, ювелирное искусство. Мы проводим званые коктейли, ужины для наших важных ключевых покупателей и важных фигур, и для адвайзеров в том числе. И мы демонстрируем вот эта выставка, предпродажный показ, предукционный. Она путешествует по миру. Если, допустим, торги в Гонконге, то выставка идет в Лондон, в Женеву, в Париж. Часто приезжает выставка в Москву. Если мы знаем, что русскому покупателю это будет интересно. Мы, конечно, очень серьезно анализируем и отбираем лоты для предукционных показов. Это предукционные выставки. Они себя зарекомендовали как очень мощное средство продвижения. Но это сродни арт-ярмарке, ювелирной ярмарке, на которой мы сегодня присутствуем. Также хотелось бы вам показать еще немного, познакомить вас с статистикой, поскольку сейчас цифровые технологии шагнули в нашу жизнь очень быстро. И за два месяца случилось то, что, может быть, произошло через два года. И онлайн-платформы стали развиваться стремительно, поэтому я не могу обойти вниманием новой технологии онлайн-аукционы. Во-первых, это беспрецедентная по охвату аудитория, до которой мы не могли достучаться и не могли ее никаким образом достичь. Плюс, конечно, многие люди думают, что Сотбис – это олимп, это абсолютно элитарная история, абсолютно не для всех. И даже те люди, до которых, клиенты, до которых мы сейчас достучались и они узнали о нас благодаря сетям и онлайн-платформам, они могут найти для себя очень интересные вещи на торгах, совершенно недорого, и входная точка, она может начинаться с нескольких сот фунтов или сот долларов. Это было, я думаю, невероятным приятным открытием. И как мы уже говорили ранее, для молодого поколения, для поколения миллениалов, которые сейчас приходят к силе, к власти и в чьих руках скоро окажутся мировые деньги, они очень привычны к покупкам онлайн, и для них это удовольствие, и вот эта виртуальная покупка, она для них мало чем отличается от живой покупки. Ну, цифры вы видите сами, я думаю, что я не буду их повторять. Вот тоже интересная информация, но я думаю, что она больше интересна тем нашим слушателям, которые хотели бы поучаствовать на торгах, хотели бы предложить какие-то вещи на аукцион, или поучаствовать как покупатели. Можно найти уникальные вещи от самых дорогих, невероятных коллекций с историческим провинансом или огромные серьезные бриллианты, так и вещи очень редкие, красивые, которые, возможно, очень трудно было бы продать в галерее или через частного дилера, но попадая на торги даже с таким невысоким, привлекательным эстимейтом, как, например, ну, для, вот, пример, первая брошь Cartier, это очень серьезное изделие, оценена она была достаточно скромно, и те, кто интересуется темой и знают цены Cartier, они, конечно, понимают, что в бутике она никогда бы не стоила 30 тысяч евро. Продалась она за 100 тысяч на аукционе, что на 300 процентов, в общем, превысила стимейт. Также мы уже показывали этот замечательный браслет Tutti Frutti в Нью-Йорке уже в апреле этого года на онлайн-торгах, на онлайн-платформе, он продался за миллион 340 долларов, и это, в общем, стало рекордом продажи онлайн. Это, как бы, иллюстрация того, что больше нет границ и препятствий для покупки онлайн очень серьезных ювелирных украшений. Ну, или, например, всем известная Ван Клиффа, знаменитая Альхамбра, при оценке всего в 10 тысяч швейцарских франков, старт, она на 400 процентов превысила стимейт. Так что это демонстрирует привлекательность онлайн-торгов и их эффективность. Самое главное, то, о чем я говорила до этого, новая аудитория, которая стала активно осваивать онлайн-платформы. Ну, собственно, на этом я хотела и завершить свой рассказ. Здесь вы видите наши галереи в Сотбис. Так выглядит предаукционный показ. И мы стараемся приурочить каждый ювелирный аукцион к какому-то важному аукциону искусства. Например, он чередуется с аукционом импрессионистов или он проходит сразу же на следующий день после аукциона русских торгов. Таким образом, мы, показывая вещи большой аудитории, одновременно проводя две выставки, мы очень эффективно, активно работаем с аудиторией. Здесь присутствует моя коллега Евгения Красникова, которая много работает с ювелирными брендами, с ювелирными коллекционерами. Тоже, пожалуйста, запомните ее, потому что мы будем очень рады ответить на ваши вопросы, обсудить сотрудничество, если вы захотите что-то нам показать, предложить, мы будем рады это рассмотреть. Периодически в Москву приезжает наш эксперт из Женевы, который проводит в нашем офисе в Романовом переулке оценку украшений и изделий, и камней. И, как я уже сказала, дает рекомендации относительно того, где лучше, в каком из наших локейшнс основных ювелирных продавать ваши изделия для того, чтобы достичь максимальную цену. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо.